Субтитры сделал DimaTorzok Дюш номер один Кузнец, по пятой дорожке Альбина Балыбердина, по шестой дорожке Алена Мясникова, Дюш Пачелма. Так, заплыв неполный, здесь стартуют всего лишь навсего шесть спортсменок. Так, напомню, что соревнования здесь в Буртасов проходят по шести дорожкам, точнее по десяти дорожкам, но вот в этом заплыве у нас занято всего лишь пять, всего десять. Вот, по крайней мере, в первом заплыве. Так, пока вот мы ждем, у нас небольшая пауза есть и смотрите, уважаемые друзья, кто будет смотреть эту трансляцию, у нас в детской лиге плавни, точнее, будет интересные условия в этом году. И самые лучшие участницы и участники наших соревнований, кто наберет больше всего очков, попадут в сборную команду детской лиги плавни по Волжи и получат много привилений. В частности, бесплатные участия в соревнованиях в детской лиге плавни по Волжи, бесплатные поездки, бесплатные формы и тупировки. То есть, уважаемые любители плавни, здесь есть за что бороться. Итак, мы видим старт заплыва, видим как по пятой дорожке. Сейчас Альбина Булыбердина на старте немножко зазевалась, проиграла старт, но вот сейчас начинает пытаться нагонять упущенное. Ну вот, пока вперед вырывается с путь третьей дорожки. И Китяна Горачева, спортсменка из Макшана, пока идет на первой позиции. Вот мы видим, что не понравилось Альбине, что она проиграла на старте. Вот сейчас она начинает прибавлять, прибавлять, прибавлять и вырывается уже здесь на первую позицию. Итак, мы смотрим на заплыв. 25 метров совсем юные, участницы так соревнований уже преодолели. И подбывают на них отметки с 35 метров. И пока лидирует у нас по-прежнему Альбина Булыбердина, именно та спортсменка, которая на старте. Ну, наверное, проект будет сказать, немного застоялась. Так что Булыбердин пока плывет на первой позиции, следом за ней Анастасия Зотова по четвертой дорожке. И третьей пока держится Татьяна Грачева. И мы видим, что первый поворот все-таки Анастасия Зотова выполняет. Булыбердин на второй позиции, Грачева по-прежнему на третьей, на четвертом месте пока держится спортсменка по шестой дорожке. Это Алина Мясникова. Ну и пока замыкает за путь Полина Линеева, спортсменка из спортивной школы Альбинского резерва. Вот мы видим, что спорта Пенза. Итак, мы видим, что приближаются спортсменки к финишу. Остается не так много интуит. Хотя видим, что непросто приходится абсолютно всем. Но вот сейчас пытается прибавить у нас по четвертой дорожке Зотова Анастасия. Булыбердин пытается от нее не отстать. И даже не то, что не отстать, она пытается ее догнать. Вот сейчас мы видим, что все-таки у Альбина силка побольше на финиш осталась. Она вырывается вперед, но держится пока Анастасия Зотова. А что там дальше? До третьей позиции по-прежнему Грачева, четвертая Мясникова. У Минеева пока идет пятый. И вот остается совсем немного, несколько метров и касание выполняет нас спортсменки. И вот тут даже непонятно, кто только победил. Практически одновременно коснулись сейчас Зотова и Булыбердин. Мы сейчас заканчиваем дистанцию Татьяна Грачева. Сейчас к финишу уже приближается, выполняет касание Алины Мясниковой и Минеева. Полина, вот тут мы пока ждем, пока у нас закончится дистанция. Итак, дорогие друзья, ну что ж, завершается у нас этот заплыв. И на старте юноши на аналогичной дистанции 100 метров в раз там нас с вами ждет целых 4 заплыва. Итак, первый заплыв. Здесь принимают участие спортсмены с самым сильным заявочным результатом. Нулевая дорожка Максим Синяев-Пачилма. По первой дорожке Никита Фарафонов с шор водных видов спорта. По второй дорожке Андрей Наплёков с шор водных видов спорта. По третьей Андрея Рожин-Дюш-Макшан. По четвертой дорожке Егор Мельников-Шор-Союз. По пятой дорожке Даниил Астахов-Макшан. По шестой дорожке Даниил Макаров-Дюш-Макшан. По седьмой дорожке Артём Хатеев-Шор водных видов спорта Пенза. По восьмой Максим Михеев-Дюш-Макшан. По девятой дорожке Александр Злобин-Спортивная школа Олимпийского резерва водных видов спорта. Итак, пока спортсмены ждут своей дистанции. Я напоминаю, что уже вышли нормативы ЕВСК. То есть разрядные нормативы, которые действовали с 18 по 21 год, канут в историю. И у нас с 22 года в силу вступят уже новые нормативы. Я, сколько понимаю, на брасе, особенно на длинном брасе, нормативы стали чуть сложнее. Так, ну что ж, у нас все готово для старта. Так, мы видим отличный старт в исполнении спортсмена по пятой дорожке. Это Даниил Астахов из Макшан. Но он, конечно, более атлетичный. Есть у него преимущества по физическим данным. На конторе этого он старт выигрывает. Но пока он не лидирует, а вперед. Вот сейчас уже после отметки 25 метров вырывается спортсмен по четвертой дорожке. Это Егор Мельников, спортсмен из Заречного. Представляющий команду Шорт-Союз. Он пока на первой позиции. На второй месте идет Астахов. И третью позицию пока занимает Даниил Макаров. По Макарову Астахов представляет Макшан. Я напомню, что Дортом пока держится по третьей дорожке Андрей Рожин. Вот такая у нас Макшанская династия. Здесь настоящая сейчас диаспора, точнее, присутствует в этом заплыве. Очень много спортсменов из Макшан. И все они борются за лидирующие позиции. Но мы видим сейчас, что выбывает из борьбы по шестой дорожке Даниил Макаров. И тройка лидеров Мельников возглавляет заплыв. Астахов и Рожин держатся на второй, третьей позиции. Астахов чуть ближе к лидеру. Рожин пока третий. Ну и Мельников здесь плывет уверенно первым. И вот сейчас еще немного остается до финиша. Менее 15 метров. Мы видим, как Мельников на первой позиции. Астахов хоть и пытается сейчас добавить по последних метров дистанции. Добавляет мощности. Но так же ему очень непросто. Мельников уже не догнать. Но зато Астахов выпивает от Рожина. И вот Астахов уже каниширов. Вот касается Мельников каниширов. Астах каниширов и Рожин заканчивает дистанцию. Четвертую позицию наплёк в Андрей. Вот после него каниширует Макаров. Ну и там дальше все остальные. Сейчас дистанцию завершают. И у нас достаточно бодреньким получился первый заплыв. Неплохая борьба получилась здесь. И у нас уже на старте готовы принять участие участники следующего. Второго заплыва. Второго из четырех. Итак, нулевая дорожка Никита Несмеянов. Шорт Союз. По первой дорожке Синябухов Ярослав. Шорт Союз. По второй дорожке Артём Погорельский. Дюш Макшан. По третьей дорожке Дмитрий Головин. Дюш Макшан. По четвертой дорожке Михаил Иванов. Шор водных видов спорта. Тренер Васильев. По пятой дорожке Шамшин. Дмитрий Шор водных видов спорта. Тренер также Васильев. По шестой дорожке Антон Аниськин. Дюш Пачелма. По седьмой дорожке Гарри Ванциан дюшпачил, по восьмой дорожке Савелий Хахавин дюшпачил, ну и по девятой дорожке Максим Мельников, шор водных видов спорта, тренер Афонина. Так, все готово для старта у нас, и сейчас он же стартер, он же рефери Дмитрий Александрович Сватухин, опытный армисудья, отправит спортсменов на дистанцию. Итак, мы видим, что достаточно ровно все ушли на дистанцию, вроде бы не исключение спортсменов по седьмой дорожке, даже так немного проиграл. Здесь остальные все достаточно неплохо на дистанцию ушли, сразу же с первых метров дистанция обозначает свое преимущество. Спортсмены обозначают по центральным дорожкам, по третьей, четвертой и пятой, там выступают сейчас Дмитрий Головин, Михаил Иванов, Дмитрий Шамшин. И так, а вот лидирует Шамшин, он плывет в яркой шапочке с изображением бургера, его здесь очень отчетливо видно. И вот сейчас пока что именно Дмитрий Шамшин заплыв возглавляет и плывает, ему еще и по шестой дорожке спортсмен здесь Антон Анискин. Так, Анискин, Шамшин, Иванов, Дмитрий Головин пока лидирует в заплыве, так все-таки нет, первым пород выполняет у нас сейчас Михаил Иванов, Шамшин в основой позиции. В третьем выполнил пород Дмитрий Головин и Анискин Антон в четвертом. Вот продолжается здесь борьба, лидер как пытается добавить сейчас по первой дорожке Аслав Синегубов. Он боковым зрением видит лидера, пытается прибавить, но все-таки далеко, далековато, мне кажется, Михаил Иванов. Иванов пока уверенно лидирует, очень здорово он добавил на третьем четвертаке, приключен отрезки этой дистанции. И сейчас продолжает свой темп наращивать, скорость у него пока не падает, на вторую позицию перемещается сейчас внутри Шамшин. И третьим пока держится по шестой дорожке Антон Анискин. Ну что ж, наверное, в этом порядке спортсменов киньше придут Иванов, Шамшин и Анискин. Смотрим на закасание, но Иванов киньше вот, теперь Шамшин. И вот, смотрите, все-таки гиб по второй дорожке, очень здорово он добавил. Артем Погорельский на финише, спортсмен из Макшана, здорово киньше, он отработал на максимум последний четвертак. И пришел в этом заплыве к финишу третий. Неплохой заплыв, так же мы с вами наблюдали, хорошая борьба. И уже на старте участники третьего заплыва дистанции 100 метров способом брас, пока покидают спортсмены бассейн. У нас получается, что нет, нет здесь мокрого старта, то есть сначала спортсмен уходит, потом новый стартур. Итак, нулевая дорожка Алексей Климов, Кузнец, 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 номер один. По первой дорожке Андрей Кабанов, шор водных видов спорта. По второй дорожке Александр Кубанов, шор водных видов спорта. По третьей дорожке Дмитрий Шикин, шор водных видов спорта. По четвертой дорожке Сычок, Владим, шор водных видов спорта. Всех, которые представлены спортсменов из этой команды тренируют Афонина. По пятой дорожке Максим Папшин, дюшка Пачева. По шестой дорожке Владимир Мальков, шорт Союз. По седьмой Максим Калугин, шорт Союз, номер один Кузнецкий. По восьмой дорожке Никита Сорокин, шорт Союз. И по девятой дорожке Арсений Верченко, шорт Союз. Итак, разрешается сейчас давать старт. Итак, все, ждем. По пятой дорожке спортсмены отсутствуют. Остальные, ну, вроде как бы на месте здесь все. И вот смотрим внимательно. Длинная подводная часть была спортсменами на третьей дорожке. Дмитрий Шикин там плывет сейчас. Рассажив длинный выход он сделал. Но дивидендов это пока ему не принесло. А мы видим, что вперед вырываются спортсмены у нас по крайней, по дальней к нам. Восьмой дорожке. Там выступает Никита Сорокин из Заречного. И сейчас он пока плывет на первой позиции. Хотя мы видим, у него такой интересный брас. Отсутствует фаза скольжения. Высокая частота движения. Спортсмен практически не скользит. Но за счет того, что... Достаточно неплохо развит физически. Поэтому дистанцию приобретает достаточно быстро. Ну, по крайней мере, на фоне своих остальных соперников. Хотя понятно, что он не постарший спортсмен седьмого года рождения. Но он пока что лидирует. По-прежнему у нас Сорокин Никита по восьмой дорожке. На второй позиции пока держится по третьей дорожке Никри Шикин. Третьим пока идет по пятой дорожке. У нас участник Максим Папшин. Так смотрим мы за тем, как лидер уже преодолел. Ответу 75 метров. Повторяется исключительно четвертак. Вторая позиция здесь у по-прежнему спортсмена. По пятой дорожке Максим Папшин. Но Шикин на второй и третьей позиции. Четвертым пока идет по четвертой дорожке Владимир Сычев. И пятым идет Владимир Мальков. Но мы помним по прошлым заплывам, что там ситуация. На финишной прямой может измениться в любой момент. И мы видим, что Шикин сейчас добавляет по третьей дорожке. Очень можно финишировать. Добавил он сейчас темпы. И Шикин близок к тому, чтобы финишировать заплывы второй. Да, действительно, Шикин здесь второй. Третьим финиширует Владимир Мальков. Ну, а там дальше уже надо смотреть по времени. Мы видим, что сейчас закончил только-только дистанцию Александр Кубанов. Остальные вот только сейчас заканчивают дистанцию. И неспешно покидают ванну бассейна. И у нас на старте заключительный четвертый заплыв этого вида программы. Дистанция 100 метров в раз. По третьей дорожке выступает Кирилл Буваев. Тюш Пачелма. По четвертой дорожке Трофим Клименс. Шорт Союз. По пятой дорожке Георгий Шишков. Тюш Пачелма. И по шестой дорожке Артем Пантелеев. Шорт водных видов спорта Афонина. И так еще раз я напомню, уважаемые зрители этой трансляции, этого эфира, что в этом году в рамках детской липы плавни по Волжье программа будет чуть короче, чем мы привыкли видеть. То есть не будет такого большого этапа, как в прошлые годы. Но это прежде всего связано с тем, что сезон постковидный. И просто-напросто нет времени провести такое большое количество этапов. Но есть определенные плюсы того, что раньше не было. Опять же, самые лучшие участники есть в соревновании, кто наберет больше всего очков, смогут попасть в спорную команду детской липы плавни по Волжье и получат очень много-много всяких привилегий, в числе которых это бесплатное участие в соревнованиях, бесплатные поездки, бесплатное проживание на соревнованиях. Ну и самое-то главное, что будет фирменная экипировка. То есть в наше тяжелое непростое время с большой инфляцией это очень полезное приобретение. Поэтому, уважаемые любители плавни, на наших соревнованиях есть за что бороться. Хотя бы за одежду. Так, ну что ж, мы видим, как по третьей дорожке спортсмен сейчас ушел на дистанцию, так, на грани пола, потом сделал выход в галибовское движение, потерфляем, очки у него слетели, сейчас висят на щеках. Но несмотря на все трудности, которые предстояло уже испытать спортсмена по третьей дорожке, как Кирилл Угулаеву испачил, он все равно продолжает дистанцию. А мы видим, как по пятной дорожке очень мощно работает сейчас. Так, нет, это по шестой дорожке зеленый шар. Салатова сейчас выступает у нас Артем Пантелеев, по шестой дорожке, и пока он плывет на первой позиции в Пантелеев, пока держится в литерах. Совершает вообще с первой половины дистанции и отправляется на заключительный полтинник. Ну а где там ребята остальные? Остальные вот только-только выполняют. Сейчас поворот спортсмен по четвертой дорожке Трофим Климен. Остальные спортсмены только что так же совсем недавно провели, выполнили повороты. Георгий Шишков и Кирилл Угулаев соответственно. Но мы его видим, как в салатовой шапочке спортсмен под шестой дорожке Атем Пантелеев, представляющий команду шорт водных видов спорта. Тренируется он Лапонин и пока идет на первой позиции в этом заплыве. Остается 15 метров до финиша. Практически не скользит он уже, а просто работает на максимальную частоту движения. И вот сейчас совсем немного остается лидера до финиша. Я напомню, что Артем Пантелеев как-то здесь лидирует на касание. Все, завершает дистанцию Пантелеев. Ну а там за второе место серьезнейшая борьба сейчас у нас будет. Четвертый и пятый дорожки Климин Трофим и Шишков Георгий. Вот тут-то будет интересно сейчас. Но смотрим, как буквально за два метра до финиша очень здорово прибавил Климин Трофим. И Шишков Георгий он опередил. В итоге на финише здесь Заречный плачет, но он поправил. Ну и видим, как завершает сейчас дистанцию у нас Кирилл Булаев, у которого слетели очки. Небольшая спортивная драма, конечно, с ним произошла. Но несмотря на все сложности, дистанцию он закончил. С высоко поднятой головой сейчас будет покидать ванную бассейну. Ну а у нас следующий вид программы, тем временем уже сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok По четвертой дорожке Варвара Макшанова, Дюш номер один Кузнецк. По пятой дорожке Александра Королева, Дюш Пачума. По шестой дорожке Алина Губанова, шор вводных видов спорта Пенза. По седьмой дорожке Ксения Павлова, морские котики. И по восьмой дорожке Житкина Екатерина, спортсменка девятого года рождения. Клуб «Морские котики». И мы видим, что в этом западе очень много спортсменов. Спортсмен, так и представляющих только что. Клуб плавания, морские котики. Очень позитивные названия. Вообще здесь любят котиков, а когда такая плавательная команда, то, соответственно, любят и команды. Поэтому, кто знает, может быть, именно спортсмены из этой команды у нас будут выступать. Также помимо Клуб «Морские котики» еще и со сборной детской лиги плавания по Волжи. Я напомню, что те спортсмены, которые наберут больше очков, будут в составе команды детской лиги плавания по Волжи. Получат оплачиваемые поездки, оплачиваемые экипировку. В общем, много-много всяких привилегий. Но пока вот давайте вернемся на дистанцию. Здесь мы видим пока что ближе всех к победе. Очень много уже выигрывается. Четвертка Варвара Макшанова, спортсменка 9-го года рождения из Кузнецка. Буквально полтора корпуса она сейчас выигрывает у своей ближайшей преследовательницы. Ей является Александр Королев, спортсменка испачил. Ну и третий пока держится по шестой дорожке Алина Кубанова. Четвертая идет Елизавета Соколова сейчас. И мы видим, что спортсменка, лидирующая, приближается к экватору дистанции. И уходит на вторую половину Варвара Макшанова. Мы ждем на полароне сейчас по пятой дорожке Александра Королева. Королева отправляет также на вторую половину дистанции. И сейчас на вторую 100 метровка отправляется спортсменка на третьей позиции Елизавета Соколова. Четвертая идет пока у нас Алина Кубанова. Итак, давайте подведем небольшой итог. Первую половину дистанции у нас лидирует Макшанова, Королева на второй позиции, Соколова на третьей, Королева, и, точнее, Кубанова на четвертой позиции. Пятое место пока занимает у нас по второй дорожке Полина Ситникова из «Марской поти». И вот мы видим, что на третьем полтине ситуация у нас особо-то не меняется. По-прежнему уплывает, уплывает от всех остальных Варвара Макшанова, спортсменка. Достаточно опытный, имеет высокий, быстрый, заявочный результат. И Макшанова завершает третий полтинник и отправляется на заключительный отрезок дистанции на четвертый полтинник. И мы видим, что в этом заплыве у Макшановой конкуренции практически нет. Итак, Королева также отправляется финишировать сейчас. Ждем на последней такой отсечке, последнюю половину спортсменок, остальных спортсменок. Итак, все-таки Соколова пока по-прежнему идет третий. Но вы знаете, Кубанова так все расстояние, расстояние, точнее разрывка подсократила. И Кубанова и Соколова плывут практически вместе. По-прежнему на пятую позицию идет сейчас Ситникова Полина. У нас дальние девчонки пока отстают. Отстают достаточно значительно. Ну и мы видим, что сейчас в горном одиночестве завершает дистанция Варвара Макшанова. Она не совсем одна. Никого не видит, кроме, скажем так, финишного бортипа. И Макшанова финиширует и завершает эту дистанцию. Время может потом ее посмотреть. Ну а вот дальше ждем сейчас на финиш у нас Александр Королев. Королев сейчас будет. Также заканчивая дистанцию Королева. Посмотрим, что будет дальше сейчас. И вот мы видим, что все-таки Соколова запас прочности платил. И Лиза Соколова здесь третья будет финишировать. Все-таки у Алины Кубановой не удалось, скажем так, отыграть. Разрыв и Кубанов финишировал четвертый. Ну и также сейчас будут заканчивать дистанцию все остальные. Сейчас будут приветствовать на финише спортсменку по второй дорожке. Полину Ситникову из круга Морские котики. Вот сейчас она финиширует. Ждут ее остальные участницы, чтобы уже поскорее бассейн покинуть. Так финишировал Ситникова сейчас. Далее ждем на финише у нас участница по первой дорожке. Мелена Макеева из шорлона Григоспорта Пенза. Тренирует ее Афонина. Вот сейчас финиширует Мелена. Теперь ждем, смотрим на касание спортсменки по седьмой дорожке. Екатерина Павлова спортсменка из клуба Морские котики дистанцию также закончила. И вот мы видим, что по восьмой дорожке Екатерина Житкина сейчас также будет завершать дистанцию. Ей осталось порядка 20 метров. Спортсменка только начинает свой суть, я так понимаю, в клаване. Занимается в клубе Морские котики. И остается ей до финиша совсем-совсем немного, совсем капельку, совсем чуточку, совсем немного осталось. И ждем, смотрим. И метра два ей еще осталось. Конечно, непросто ей сейчас дается дистанция. Все-таки 200 раз вид плавания достаточно сложный, коварный. Но вот завершается сейчас дистанция у нас спортсменка по восьмой дорожке Екатерина Житкина. И у нас все готово для того, чтобы начать новый вид программы. Дистанция 200 метров Браслук-юноша. И здесь нас ждут в этом виде программы всего лишь навсего. Так, всего лишь навсего. Это нормально, три заплыва. Вот. И потом, потом все, потом нас ждет второй этап. Нет. Я напомню, что кто наберет больше всего очков, того будет шансов гораздо больше попасть в город на детскую ливу плавание по Волжье. Получить фирменную экипировку. Попасть бесплатно на самые крупные всероссийские соревнования под экидой детской лиги плавания по Волжье. Ну и, в общем, много всего еще интересного. Так, ну что же, у нас на старте сильнейший заплыв дистанции 200 метров Браслук-юнош. Нулевая дорожка Сергей Чуряткин, морские котики. По первой дорожке Варху Кузов, шор водных видов спорта. По второй дорожке Марк Ульянов, шор водных видов спорта. По третьей Владимир Алексеев, шор водных видов спорта. По четвертой дорожке Дмитрий Маков, шор водных видов спорта. По пятой дорожке Кирилл Гикамазов, шор водных видов спорта. По шестой дорожке Вахту Маков, шор водных видов спорта. По седьмой дорожке Виктор Демин, шор водных видов спорта. По восьмой дорожке Владислав Бандышев, шорт союз. И по девятой дорожке Данил Пичушкин, морские котики. Итак, есть здесь серьезные ребята, которые могут показать быстрые секунды. Вот один из них по пятой дорожке Кирилл Гикамазов. Сейчас выполняет первый поворот, первый в полтинник и уходит на второй в полтинник. Сейчас Гикамазов и уходит на поле лидера. Гикамазов на первой позиции, ему дышат буквально в спину Дмитрий Маков по четвертой дорожке. Оба спортсмена тренируются у Сергея Перунина. Я напомню, вот пока именно их дуэт возглавляет заплыв сейчас. Они пока идут на первой позициях, соответственно. Но Гикамазов выглядит пока предпочтительнее. Хорошее скольжение здесь, конечно, у Кирилла. И вот, вы знаете, его техника так вот больше походит. Именно вот подходит для преодоления минут двухсотметровой дистанции. Достаточно экономная работа. И вот сейчас Гикамазов будет первым выполнять поворот. Да, и следом за ним разворот выполнять. Сейчас по четвертой дорожке Дмитрий Маков. И третьим пока держится по третьей дорожке Владимир Алексеев. Алексеев занимается у Василиева. Также представляет команду шоро-водных видов спорта. Итак, мы видим, что Гикамазов по-прежнему впереди. Но мы видим, как добавляет сейчас хорошо. Добавляет прежде всего в работе руками. Сейчас Дмитрий Маков. Он прекрасно все видит. Видит, как Гикамазов плывет. Ориентируется на него. И сейчас пытается добавить. Ну и Гикамазов начал чувствовать, что сейчас по соседней дорожке его могут догнать. И также начинает прибавлять на третьей полтиннике. Ну а когда прибавлять, если не на нем? Итак, мы видим, что сократился сейчас разрыв между двумя лидерами. По-прежнему лидирует Гикамазов. Но там совсем рядом Маков и Маков начинает прибавлять. И Гикамазов сопротивляется. Не дает. Пока подплыв себе. Но Маков также добавляет. Сейчас смотрим. Интересный будет финиш этого заплыва. На третьей позиции по-прежнему сейчас держится Владимир Алексеев. И давайте смотреть, какой результат нас покажут участники этого заплыва. Напомню, что у Маков здесь лучший заявленный результат. 2.42. И Гикамазов. 2.45 заявил. И вот мы видим, что Гикамазов пока по-прежнему держится на первой позиции. Маков пытается догнать. Но, как я уже говорил, Гикамазова техника более экономная. И вот она позволила ему сохранить силы. И ну что ж. По-моему, из 2.45 я так засек сейчас на своем седьмом айфоне. Ребят, по-моему, 2.45 оба участника здесь разменяли. Но достаточно интересный был зрелищный заплыв. Дистанцию у нас лидировал Гикамазов. На финише, конечно, добавил сейчас Маков. Но мне показалось, что Гикамазов он все-таки не опередил. Все-таки у нас здесь сплита по времени нет. И что там точно засекли суди, мы увидим только в итоговом протоколе. Но мне показалось, что Гикамазов здесь все-таки к финишу первым прошел. В этом заплыве. Сейчас мы видим, как заканчивают дистанцию остальные спортсмены. Первая дорожка. Сейчас ждем на финише Ивана Кутузова. Далее вот Сергей Чуряков. Успедом «Морские котики» сейчас также финиширует. И у нас остается в этом виде программы посмотреть всего лишь два заплыва. Нулевая дорожка Дмитрий Тюмин. Шор водных видов спорта. По первой дорожке Владимир Кулаев. Шор водных видов спорта «Пенза». По третьей дорожке Артема Гольцов. Шор водных видов спорта «Пенза». По третьей дорожке Амель Токтаров. Шор водных видов спорта. И по четвертой дорожке Алексей Почевалов. Шор водных видов спорта. Всех спортсменов тренирует у нас Афонина. По пятой дорожке Денис Питайкин. Шорт «Союз». По шестой дорожке Кирилл Сорокин. Шор водных видов спорта Афонина. По седьмой дорожке Елистратов. Шор водных видов спорта Афонина. И по восьмой дорожке Артем Рыбалкин. клуб плавание морские котики и девятая дорожка никита федоров а никита не федор прошу прощения шор вот тренер афонин все готово для того чтобы спортсмены дистанцию ждем с команды и но я думаю здесь сходится события так мы видим что с первым метров дистанция вперед спортсмен представляющий команды шор союз начал очень здорово и выигрывает выигрывает уже приличный у всех остальных но а потом за ним за ним пока плывет по четвертой по шестой дороже Кирилл Сорокин пытается Сорокин ускорение Питайкина подхватить но Питайкин здесь уж слишком силен пока что на эти первые методы дистанции и пока он лидирует и лидирует с хорошим отрывом мы ждем на повороте сейчас на первом спортсменов итак Питайкин здесь первая вот в вороте вторая позиция здесь по-прежнему у Сорокина и Неглёнов Никита пока идет на третьем месте такая неожиданная устроиться в этом заплыве хотя самый высокий заяженный результат здесь у спортсмена по четвертой дороже Алексея Почевалова но пока вот своего высокого заяженного времени он не оправдывает но вот Питайкин по-прежнему тут быстро и пока он лидирует и выигрывает но я так не боюсь и не могу пока оценить его преимущество но метр и два там есть точно даже не два а три вот уже преодолевать флажки сейчас Питайкин а остальные спортсмены до этого рубежа еще не добрались вот мы видим Питайкин на первой позиции следом за ним по-прежнему Сорокин Никита пока по-прежнему третий и там начинают добавлять еще и другие спортсмены это у нас вот в частности по второй дорожке Артема Гольцова так отправился уже на второй половину дистанции вниз Питайкин спортсмен из Заречного Шорт-Союза он представляет а многие участники еще до сих пор в 100-метровые отметки не доплыли так видно что Питайкин сейчас приходится не просто что сила его начинает покидать но я так полагаю что запаса прочности его должно хватить хотя достаточно стабильно он смотрится сейчас и так начинает прибавлять сейчас у нас по восьмой по девятой дорожке Никита Нефедов вырывается он сейчас на чистую вторую позицию начинает отставать Кирилл Сорокин ну и вот так же мы видим что добавляет у нас сейчас по второй дорожке сейчас Артема Гольцов так выполняет свой заключительный поворот сейчас Денис Питайкин отправляется он лидером на заключительный финиш на полтине Питайкин уже на нем а вот остальные еще пока и вот только-только сейчас Нефедов выполняет поворот следом за ним выполняет поворот Огольцов и по четвертой дорожке Почевалов Алексей также начинает сейчас просыпаться начинает активно прибавлять на второй половине этой дистанции и так 25 метров до финиша остается сейчас Денис Питайкин он пока по-прежнему лидирует мы видим что Огольцов отстает сейчас на этом отрезке Нефедов Никита и на вторую позицию вырывается по второй дорожке Артема Гольцов на третье место перемещается Алексей Почевалов Нефедов пока идет четвертый но Нефедов также пытается обогнать и Кирилл Сорокин на самом-то шестой дорожке наступать так все у нас сейчас будет финишировать лидер заплывал по пятой дорожке Денис Питайкин дистанцию закончил сейчас мы ждем на финиш все-таки Огольцов 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 оперетил и вот четвертый финиширует Нефедов хотя мне его отсюда плохо очень видно так мы сейчас вот ждем на финиш всех остальных завершает дистанцию по третьей дорожке Амиль Дактаров и спортсмены будут покидать ванну бассейна и мы с вами уже приближаемся к заключительному заплыву этого вида программы и сегодняшнего ну такого короткого дня дистанция сегодня день брасист у нас номинально то есть у нас организация детской плавной по Волге решила в первомайский праздник приурочиться к нему брасисту поэтому сегодня у нас на соревнования выступают только те кто здорово плавает и любит плавный плавный способом брас потому что честно говоря брас такой скажем так коварный вид плавни он не всем дается не все его любят но плавая хорошо брасом есть определенный плюс вот например если у вас сильный брас значит вы можете хорошо выступать в комплекс потому что брас самый медленный способ и в комплексном плавании на нем проще всего отыграть или допустим добыть себе какое-то преимущество нужное потом для достижения определенного результата для кого-то это разряд для кого-то какая-то позиция призовая в общем как правило брасисты очень здорово выступают еще и в комплексе поэтому есть стимул развивать брас развивать плавные навыки плавные этим стилем вот ну ладно давайте перейдем у нас к участникам заключительного заплыва итак вторая дорожка Иван Белавин морские котики по третьей Александр Саёков Афонина тренер Афонина по четвертой дорожке Никита Хранкин по пятой дорожке Егор Синекубов по шестой дорожке Данила Кришаев в клубе морские котики итак здесь в заплыве стартует 4 человека у нас участник по четвертой дорожке Никита Хранкин на старт не вышел но то все остальные на месте и мы видим что 25 метров что спортсмены преодолели Александр Саёков спортсмен из Пензы представляющий команда шорпотных видов спорта пока идет на первой позиции на втором месяце пока Егор Синекубов Данила Кришаев на третье но Иван Белавин пока замыкает этот замык идя здесь на четвертой позиции я напомню что всего участников здесь 4 человека и завершает сейчас первая первая полтинника этой дистанции отправляется в роли лидера Александр Саёков спортсмен из Пензы вот у него и там тренер Афонина и вот сейчас он пока идет на первой позиции 25 метров 25 метров сейчас лидера ну а что у нас там позади сейчас вырывается на вторую позицию Игорь Синекубов начинает добавлять Белавин Белавин перемещается на третье место и Данил Кришаев перемещается на четвертую позицию сейчас у нас там у вас спортсмены поменялись между собой местами ну а лидирует по-прежнему без изменений Александр Саёков ну и мы видим что также здесь его Синекубов также на дистанции пока дается не очень просто и его еще могут остальные ребята догнать и так отправляется на вторую половину дистанции у нас лидер Александр Саёков он первым выполнил отворот на второй позиции по-прежнему Синекубов третий пока Иван Белавин и Данил Гришаев пока идет на четвертой позиции у нас тут достаточно мощно работает сейчас лидер заплыва очень большое преимущество имеет Александр Саёков может быть ему даже интереснее было бы плыть в заплыве это так повыше рангом то есть во втором потому что здесь у него конкурентов просто-напросто нет выигрывает он уже очень-очень много порядка наверное десяти секунд а то и больше он выигрывает грядущий во второй позиции Егора Синекубова в свою очередь Синекубов сейчас также прибавил и так же начинает Синекубов отрываться от своих преследователей Иван Белавин уже много проигрывает Синекубова в частности ну а в свою очередь Белавин также достаточно прилично выигрывает у Данила Гришаева два спортсмена из клуба «Морские котики» пока занимаются третью позицию в этом заплыве ну а лидер уже давным-давно отправился на свой заключительный полтинник Александр Саёков здесь уверенно плывет в финише первым не встретил он здесь сопротивления не встретил он здесь конкуренции слишком силён он для этого заплыва и Саёков сейчас я буду порадовать его тренеру уверенным плаванием добавляет он сейчас на финише свистит ему тренер его конь к своему лучшему результату и мы видим что Саёков подхватывает инерцию и сейчас добавляет с каждым проплытым метром дистанции и так видим что Саёкову это финиш остается совсем по-другому по-другому и с каждым в руках в Киеве в Киеве и с каждым в Киеве 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...